Сегодня я в Сырочанах. Посмотрим, что из себя представляют Сырочаны. Вот, решил покататься немного на сноуборде. И это другое место. До этого я снимал Тягачёва, клуб Леонида Тягачёва. Всем известный, но сегодня другой склон и другие условия. Давайте посмотрим на это. Ну вот оно, парковочное место. Долго искали. Свободное место. Что-то народу тьма. Полно машин. Видно, что кругом машина. Карточку беру старую. Её можно пополнить. Так, это тарифы. За парковочку надо платить. Ну и, соответственно, скипации. Разные цены. Вот тариф Драйв за 3600. Оптимальный вариант. Это 15 подъёмов. Сегодня выходной. Смотрю уже очередь. Ну, цены, соответственно, на подъёмники больше. 3600. Самая хорошая цена. И смотрю туалетик рядом. Прямо с кассами. Это удобно. Как раз туда мне и надо сейчас. Удобные тут штуки. Стоечки для сноуборда, лыж. Прямо непосредственно у входа эти кассы. И такая вот карта склонов. Видно, что достаточно много склонов. Дальше внутрь проходим. Интересные места. Вижу уже обугельные подъёмники. Кресельные, вернее. Народу, конечно, много. Немало. Кафешечка. Отлично. Вот это всегда нужно. И какой-то воздушный шар. Впечатляет. Интересная штука. Сырочаны. Интересная конструкция такая. Ладно, надо подниматься наверх. Очередь тут небольшая. Так просто не прорвёшься. Вот такие кресла. По два человека садится. Снегоуборочная техника. И кафешечка очередная. А вот это я уже наверху. Отстоял очередь, поднялся. Смотрим на окрестности. Живописно, просторно. Прикольно. Гора такая пологая. Все катятся не спеша. Подъёмники. Подъёмники нормально работают. Да, это тут два кресла. А я катаюсь на новой доске. Три года уже её юзаю. Вечеринка зверей называется. Вот такая картиночка. Ну что, поехали. Так, спустился, ребята. Чё-то я не понял. Я вот смотрю. Тут дальше подъёмники идут. С них все слезают. Они дальше идут пустыми. То есть с той стороны кататься нельзя. А с этой стороны какая-то очередь нереальная стоит просто. Я уже не первый раз в этом месте, но я первый раз вижу такую очередь. Мне пришлось подняться наверх, на гору опять, что это неудобно на самом деле. Вот я поднялся пешком и смотрю, такая очередь. Это просто нереально. Просто нереально. Ладно, я на другом подъёмнике поднялся попроще. Но тоже достаточно долго. Вот такие склоны. Видно, какая очередь там стоит. Чё-то меня это расстраивает на самом деле. В общем, ну вот так вот. Катаемся, катаемся. Ну, очереди не сбавляются. Не уходит, не уходит народ. Наоборот, даже прибавляется. Потемнело немножко, стемнело. Зажглись фонари. Всё это удобно, классно. Есть тут подъёмники разные. Кресельные, бугельные. Я уже поюзал все. Множество склонов. Класс, класс. Но везде люди. Везде люди. Мало катаются они с горы. В основном они стоят в очереди. Потому что съезжаешь быстро, а стоишь ты очень долго. Кафешечка внизу тут удобно. Я кофе сейчас взял. Вернее, не кофе, а горячий шоколад за те же деньги. Они сказали, что кофе у них кончилось. То есть вот настолько много людей, что даже кофе у них закончилось, не рассчитали. Смотрите, вот склоны. Вот такая очередь. Это нереально просто. Смотрите, на этот подъёмник стоят. Там, кстати, большой. Там 4 человека помещаются. Ну, людей полно. Смотрите, что творится. Это, конечно, расстраивает немного. А склоны огонь вообще. 10 трасс различной сложности. Самые большие в Подмосковье. Самые продолжительные. Вообще, срочаны позиционируют себя не как горнолыжный клуб или что-то в этом роде, а как горнолыжный курорт. Это в Подмосковье самое престижное место. Поэтому тут так дорого кататься. Поэтому сюда народ ломится. Вот такие дела. То есть, очень много плюсов. Место действительно престижное. Единственный момент, добираться тоже далеко. Поэтому я тут не часто бываю. Ну, раз за сезон я тут бываю точно. И уже не первый раз. Я в этом месте. Вот, кататься классно. Сегодня погода просто огонь. И не холодно, и не жарко. Но в связи с тем, что много людей, долго стоишь, очень грустно, холодно становится. И продувает ветерок. Становится прохладно. Плюс ты теряешь этот весь кураж, настрой свой бодрый. Ты скатился, весь такой горишь. И вдруг тебе опять стоять в этой очереди. Но это вообще не по кайфу. Я вот хочу просто поделиться вот своими впечатлениями. Ребят, катаясь на этом склоне, я неожиданно встретил человека, у которого в прошлый раз брал интервью. И вот очень интересно спросить, а что же он думает на сегодняшний момент о том, что здесь происходит. Сергей, какие впечатления? Впечатления неоднозначные. Вроде бы и погода такая самая подходящая. Несильный морозец. Склоны подготовлены, склонов работает много. Это хорошо. Минус в том, что на эти склоны хрен попадешь. А в чем проблема? Проблема в том, что большой наплыв народу, либо что-то с подъемниками. Ну, с подъемниками, да, их часто останавливают. Из-за этого еще очень тормозится время подъема. Тратишь зачастую по 10-15 минут только на один подъем. Вот, и от этого кураж весь падает. Лучше бы я поехал кататься в то место, где в прошлый раз в Тягачево. В Тягачево, да. Здесь склоны, конечно, поинтереснее, но, блин, оно того не стоит. Ясно. Спасибо большое. Ну, вот такая информация. Народу, в общем-то, не нравится, да? Стоять в очередях. А так, ну, сплошные плюсы, конечно, тут классно, и надо обязательно сюда ехать, посещать. Ну, имейте в виду, что тут могут быть люди. А вообще, сейчас поступила информация, сказали в очереди, что, оказывается, в Степаново обрушился вот этот подъемник, пострадали люди, человек 10, там кто-то даже спину сломал. В общем, не работает там этот самый склон, и все ломанулись сюда. Возможно, причина в этом. Возможно, в этом. Опять я в очереди стою. Есть тут бугельные, кресельные подъемники в достатке. Там их, ну, больше четырех. Три, по-моему, бугеля. Я насчитал два кресельных и один кресельный с четырьмя сиденьями. Ну, не хватает просто людей на оплыв. Ну, выходные дни. Катание мне трасс строго запрещено. Зависайте в горах. А я откатал свои 15 подъемов и спускаюсь вот по такой горочке уже к парковке. То есть, тут можно напоследок немного прокатиться. Тут народ так не спеша катится, начинающие видно. Ну, и когда устал, уже тоже так не спеша катишься. Просто так лайтовенько. Почему-то музыка не играет на склонах. Раньше музыка была, а сейчас как-то маловато. А в остальном все тут есть. Все тут есть. Работают всякие кафешечки, туалеты. Ну, все, что нужно человеку для счастья. Все имеется. Даже какой-то воздушный шар был замечен. До встречи на склонах и на моем канале. Пока.